доброе утро всем мои дорогие друзья все эти нын уже 21 раз готовлю сырники и 21 раз ищу рецепт своих видео в интернете видим в голове карта памяти уже вся переполнена у меня и все нужно записывать сейчас видите так вот через сито пытаюсь творог промять но не люблю это делать страшное дело тем более что он практически не выходит на главное что вы носите очень хорошо измельчается еще много это . еще . себя не показывай потому что я вообще ночнушки готовлю с утра пораньше себе завтрак сегодня делаю много сырника хочу заморозить это завтракать и заморозить чтобы в любой в этом году я не могу это делать в этом году я не могу это делать Сегодня я проснулась и решила, что надо возобновить мои похождения по лесу, то есть скандинавскую ходьбу. Оделась, плотно позавтракала, оделась, высунула руку за окно на балконе. Представляете, а там такой ветер, шторм, коробки летают от магазина. Короче, пришлось переодеться, никуда не пошла, занялась домашними делами. Хочу вам показать свою радость. Сегодня у нас 4 октября и у меня наконец-то зацвел перец. Посмотрите, такими темпами, глядишь, к Новому году я буду есть свежий перчик. Честно говоря, я не помню здесь у меня какой посажен, болгарский или острый перец. Но какой вырастет, любому буду рада. Так, это первое. Дальше. У меня лежит, здесь на подоконнике, лежало еще с дня рождения, очень много лепестков роз. Я их так понемножку сбрасывала за окном. Так, а сегодня решила от них избавиться, а после подумала, а почему бы мне не приготовить розовую воду для ванн, допустим, для купания. И вот я все листики поместила сюда, в бутылку. Сейчас скипятила воду, родниковую печем. И она у меня остывает. И залью бутылочку водой, охлажденной, уже кипяченой. И в следующий раз, когда буду принимать ванну, буду принимать ее с розовой водой. Здорово я придумала, правда? На балконе, кстати, очень тепло. В квартире тоже тепло, хотя нет отопления. Ну и нормально. После отпуска, тем более, если это какая-то поездка заграничная, очень трудно отходить, возвращаться к обычной жизни. Вчера я решила проверить, как у меня продвигается очередь в санаторно-курортное лечение. Есть специальный сайт социальной защиты населения. И вот там контролирую свою очередь. Я стала в апреле месяце. И я была какая-то там 500, после стала там 450, 400. И когда я уезжала в Эмираты, я была вот так, где-то на уровне 300. Думаю, ну ладно, там, глядишь, к февралю подойдет. Вчера захожу на сайт, смотрю. А я уже там, допустим, для зимней, если бы я собралась зимой ехать, 1522-я, а если летом, то 2400 какая-то. Я просто ошелела. Это что такое, очередь в обратную сторону пошла, что ли? Я уж там минус пошла в какой-то. Короче, написала сообщение на сайте, отправила туда, в этот Центр социальной защиты населения. Я не жду ответа, что происходит, что это за развод такой, что это нас, таких пенсионеров, так дурят. Мягко сказано. Вот жду ответа. Вот. Вы посмотрите, вот все надо держать под контролем. У меня специальная такая табличка есть в экселе, где я записываю, как вот я когда посмотрела и пишу, какая я там такого-то числа. Такого-то, такого-то. Все же так потихонечку убавлялось, убавлялось. А тут на тысячу выросла очередь. Кого-то они там пропихнули-то. Не знаю. Ой, ветер вообще страшный. Вот страшный. Вот даже коробки уже сдуло, которые здесь стояли. Ужас. Вот даже и вот окна трясутся. Вам не слышно, конечно, но... Ну ладно, дождусь хорошей погоды и, конечно же, начну заниматься скандинавской ходьбой. Вот. И еще что-то надо придумать. Или на зумбу пойти, или на йогу. Доброе утро, мои дорогие друзья. Третий день я с вами старуюсь. Третий день собираюсь идти с палочками. Сегодня, наконец-то, мне показалось, что погода хорошая. И вот. Выхожу. И бинго! Покажу вам немножко осеннего леса. Все так тихо, спокойно и красиво, можно сказать. Сейчас посмотрим в лесу грибы и ягоды, какие есть. Прямо толстый-толстый слой. Смотрите, насыпана ячневая крупа. Какой-то добрый человек сделал доброе дело. А вот этот человек идет за водой к роднику. А я больше не пью воду родниковую. После месяца ее употребления я заметила, вернее, стала ощущать какой-то привкус в этой воде. Вот вы понимаете? Вот люди ее пьют каждый день, носят домой большими канистрами. А я вот стала ощущать, что какой-то вот немножко горечью отдает. И я вот дома даже вижу, у меня стоят бутылки уже больше месяца с этой водой. И я смотрю на эту бутылку, и я прямо вот чувствую ее вкус. А ведь вода не должна иметь вкус. Ни вкус и ни цвет. А я иду посмотреть уточек. Но опять ничего не взяла их покормить. Ну ничего, в следующий раз справлюсь. А хочу вам рассказать одну историю. Как вы многие знаете, что я вот несколько дней назад вернулась из Арабских Эмиратов. И если вы смотрели мои видео, то видели, что при входе в наш корпус отеля там нас встречали три кошечки каждый день. Особенно с утра, когда не совсем жарко было. Так вот, они такие голодные были всегда. Так вот, одна даже не подписчица, а просто зрительница моего этого видео мне написала, что это же божьи твари, а вы прошли и не накормили их. Да вас Бог накажет. И все в таком роде. И так страшно прямо. Так вот, я хочу уточнить. Я в Эмиратах была не первый раз. Вот. И примерно вот в 2001 году мы отдыхали тоже в отеле тут недалеко рядом, около Лулу. Так вот, между Лулу и следующим отелем, бич, отель Шаджан. Там такой есть пустырек вдоль дороги. И на этом пустырьке вот вечером, когда мы выходили гулять, вот допустим, с Лизой, моей внучкой, маленькой, ну вот, там лежало сто кошек, наверное. Вот. Они все лежали, такие бедненькие, жарко, голодно. Вот. И мы с Лизой приносили, мы стали на ужине брать что-то, там колбаску, что-то, там мясо, мясо, курочку, вот, водичкой, даже приносили. И там уже стояли чашечки, там уже туристы заботливые положили, и мы наливали им туда водичку. Как в 2022 году, в прошлом, значит, когда мы тоже собирали с Лизой же в Эмираты, в Эмиратах издали указ, что закормление бездомных кошек, там собак нет бездомных, только кошки, вот, налагается штраф 500 дирхам. 500 дирхам – это 10 тысяч. И вот уже мы не стали рисковать, тем более в Дубае, где такие строгие законы, и мы уже прекратили кормить. И вот это уже вот в этом году. Почему мы не кормили кошек? Потому что строго запрещено, потому что их развелось кругом, толпами, потому что все туристы их кормят, они там размножаются, около отелей ходят, там чуть ли не на столах, вот только поэтому. Так что вот зря эта женщина меня тут пугает божьей карой. Вот так. Ну, я, конечно, ее комментарий удалила, и поэтому вы, наверное, его не видели. Субтитры создавал DimaTorzok